Идеологическая основа для создания пластилинного мира. В этом видео поговорим, что служило для меня и брата вдохновением для создания нашего игрового мира и кто был его питателем. Лепить фигурки из пластилина и собирать солдатиков мы стали лет шести. Это был конец советской эпохи. Тогда мультфильмы и фильмы для детей по телевизору шли редко, но они были качественными. Данные фильмы воспитывали лучшие человеческие качества у детей, такие как дружба, верность, смелость, любовь к родине и честность. Особенно нам нравились мультики и фильмы про войну. Мы с упоением смотрели, как советские солдаты громят ненавистных немцев. Такие фильмы, как они сражались за родину, батальоны просят огня, горячий снег, государственные границы были нашими любимыми. Смотря фильмы о Великой Отечественной войне, мы считали, что наивысшей доблестью было вступить с врагом в рукопашную схватку. Так говаривал Александр Суворов, пуля дураш, штык молодец. Нам казалось, что сражаться в рукопашную честнее, чем стрелять по врагу. Такой вот детский максимализм. Также нам нравились фильмы о древней истории, когда битвы происходили на мечах и копьях. Такие фильмы, как Александр Невский, Рыцарский замок, произвели на нас сильные впечатления. В этих фильмах мы видели, что главным врагом у русских были немцы. Именно это повлияло на то, что мы стали делить наши дружки на страны и города. Первыми странами у нас были Русь и Германия. Про это поговорим в отдельном видео. Также в домашней и школьной библиотеке мы могли читать книги про Куликовскую битву, Гешпатия Калаврата и тому подобное. Из них мы узнали о таких врагах Руси, как кочевники. На нас сильные впечатления произвели такие мультфильмы, как Лебеди Непрядвы, Маугли, Детство Ратиборы и другие. В этих мультфильмах показывалась героическая борьба добра и зла, а также героическое прошлое Руси. Мы видели, что нужно бороться с врагом до последней возможности, и только смерть может быть уложительной причиной прекратить бой. Сейчас вы видите фрагменты битвы из мультфильма «Лебеди Непрядвы». Мы видим героическую битву, в которой почти нет шансов на выживание для отдельного бойца. Русские воины сражаются до последнего. Они защищают свою родину и щадят свои жизни. А вот кадры из фильма Маугли. И опять волки, возглавляемые Акеллой и Маугли, сражаются с рыжими псами. Не на жизнь, а на смерть. При этом добро побеждает зло. Всю жестокость и героизм битв мы будем воспроизводить в своих играх. Также мы запомнили такие тактические приемы из этих битв, как нападение на врага из засады, обходной маневр, атака клином, бросание тяжелых предметов на врага с крепостных стен, выставление впереди встроенной имени ценных бойцов, а наиболее сильных бережья решительного главного удара по врагу. Когда мы учились в начальных классах школы, СССР развалился. Страна впала в экономический кризис, войны, смуту. Все это отразилось и на идеологии. По телевизору днем и ночью стали идти передачи и фильмы, порочащие советское государство и победу Великой Отечественной войне. Все это отразилось на нас. Образ советского воина-героя был довольно сильно размыт антисоветской пропагандой. Нам хотелось новых героев. По телевизору стали показывать капиталистические фильмы и мультфильмы. Просматривая их сейчас, я вижу, что многие из них были не особо хорошими и в подавляющем большинстве пропагандировали либеральные жизненные ценности, которые для нашей страны просто купительные. Но тогда мы были детьми и этого не понимали. У нас появились новые герои в дополнение к старым советским. Черепашки-нинза, Рэмбо, Робокоп, Спасатели, Утины Истории, Тома Джерри и тому подобное. Из пластилина мы лепили всех этих героев. Котов, Лис, Белочек, Зайчиков, Тома, Джерри, Героев Утиных Историй и тому подобное. Про это поговорим еще отдельно. Именно в это время мы по телевизору увидели фильм «Триста спартанцев». А вскоре на уроках истории в школе мы стали проходить греко-персидские войны. Это стало ключевым событием. Героическая борьба греков против огромной персидской империи, закончившейся их полной победой, стала для нас новым образцом для подражания. Именно по этой причине мы создали такой народ, как греки, а позже римлян и карфагенян. Мы погрузились в античность с головой, найдя там новых героев взамен оболганным советским солдатам. Нам казалось, что античность была лучше, честнее и прекраснее, чем более поздние исторические эпохи. Мы постепенно в наших играх солдатиков отошли от стрелкового боя, полностью сместив акцент на рукопашный бой. Про это тоже поговорим отдельно. Итак, я рассказал, что влияло на мое восприятие мира и действительности, и что подтолкнуло к созданию нашей игровой системы. Это произошло ни разом и не вдруг. Процесс был довольно долгим и растянутым на несколько лет. Поначалу мы просто собирали солдатиков и лепили подделки из пластилина. Все это хранили в коробках, не пытаясь как-то систематизировать. Когда фигурок у нас набралось порядка 400 штук, мы начали первые попытки их делить на государства и народы. В следующем видео я покажу, как делать пластилиновые фигурки. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok